В этом видео я хотел бы рассказать, как писалась вот эта картинка «Охотник» и как можно ее повторить и, собственно, на ее примере, как ведется работа масляными красками над подобного рода задачами с присутствием солнца, теплыми задачами, теплыми работами. Для начала смазываю холст, в данном случае желтой охры с небольшим количеством белил для придания, для колировки холста, для того чтобы это держало палитру, держало колорит картины. Вот охра желтая, немного титановый белил, чтобы снять насыщенность охры и все это замешивается на white spirit с небольшим добавлением льняного масла и лака, капелькой лака. Вот немножко еще высветляю, чтобы не было очень темный холст, чтобы картина не получилась темной. Вот примерно вот такая колировка должна быть у холста. Наносим быстренько рисунок, достаточно приблизительно. Точная прорисовка нам здесь не очень важна, поскольку это не портрет человека. Мы всегда сможем поправить это кистью рисунок. То есть достаточно смело и приблизительно. Вот теперь наступает важнейший этап живописи, то есть нанесение теней, теневых участков. Почему он важен? Важно задать тональность достаточно плотную, насыщенную, неразбеленную. И цвет. Тени в живописи всегда цветные, явно выражены, с явным присутствием цвета. И для нанесения вот этих оттенков теневых, как видите, я не использую белила. Стараюсь высветлять такими, вот в частности, марс-коричнево-темно-прозрачные. Я высветляю светлыми красками, такими как кадмик красный-темный, кадмик красный-светлый, оранжевый, желтый краской. Белила-ахроматик и даже небольшое количество присутствия в смесях дает, кроме разбелки, дает еще такое снижение насыщенности. А нам важна насыщенность в живописи, насыщенность оттенков. Не яркость, не вырвиглазность, так называемая, не пестрота, а вот насыщенность, мощность цвета. Вот в данном случае доски здесь, в этом сарайчике, они рефлексируют таким очень горячим, насыщенным цветом. Красными, оранжевыми и так далее. Вот здесь уже без белил не обойдешься. Тут белила присутствует в освещенных участках вот этой досочки. Тут делаем такую солнечную смесь, кадмик оранжевый, кадмик желтый и белила. Без белила уже тут, конечно, не обойтись. Вот тут тоже на досочке. Тоже стараемся такой подмалевок делать максимально насыщенный на освещенном участке. Как бы подкладочку такую оранжевую. Теневые уже берем с фиолетовым. Немного в фиолетовую сторону. Здесь как бы рефлексирует небо. И вот эта часть доски, она явно холоднее должна быть холоднее освещенных мест. Так, вот подкидываем что-то еще темное. Работаем большим инструментом. Это для скорости и для вырабатывания моторики руки. Очень важно работать большим инструментом. Так, вот делаем такую солнечную смесь для травы. Тоже ни единой капельки белил не должно быть на кисти. Кисть должна быть отмыта. Вот этот зеленый салатовый такой колер, это делается из кадмия лимонного с буквально капелькой полпроцента зелени изумрудной зеленой. Только так можно показать солнце. То есть, ни малейшей капельки белил не должно попасть в эту смесь. Тогда особенно легкие, такие легко окрашиваемые смеси, типа кадмиев желтых, лимонных. Небольшое добавление, небольшое попадание белил снижает насыщенность. И уже смесь такая получается разбеленная, серенькая. Нам достаточно светлости, светлоты кадмиев желтых, чтобы показать. То есть, они достаточно светлые. Нам не обязательно их высветлять белилами. То есть, они сами по себе достаточно светлые. То есть, мы стараемся обходиться без белил. Это важно. Чтобы показать солнце, это достаточно важно. Так, вот наносим какие-то доски, тоже оранжевыми цвет доски. Не очень задумываемся над такой фотографичной точностью. Работу ведем достаточно смело. Так, вот теневой участок. Тут явно рефлексирует небо не голубым, а таким фиолетовыми оттенками. Так, вот здесь можно положить кисть. Для такого воздушного мазка можно ее ложить. И мазок становится такой рваный, воздушный, дышащий. Тоже хороший прием. Обрисовываем контуры котенка такими тоже насыщенными. Без белил мазками краски. Вот здесь максимально темные. Определимся с максимально темными местами. Вот здесь за котенком. И под котенком чистым марсом коричневым темным прозрачным прокладываем. Темноты этой краски тональной темноты нам вполне достаточно, чтобы показать весь диапазон масляной живописи. То есть его темных участков. Не обязательно вводить более темные. Пользоваться такими темными красками, как умбранатуральные или же тем более черные краски. Марса коричневого вполне достаточно, чтобы показать наш диапазон светлот в картине. То есть от самых темных до самых светлых красок. Так, вот здесь наносим какие-то мазки. Тоже достаточно произвольные. Не нужно там фотографической точности передачи картины. Мазком таким прямоугольным разбрасываем какую-то краску. избавляемся от холста, от свободных мест. Так сказать, раскрываем холст в цвете. Вот здесь можно положить кисть. То есть такой вот мазок получается рваный и дышащий. Такой живописный. Нужно часто пользоваться этим приемом. Но уже на втором этапе. Им желательно по уже закрашенной поверхности ложить кисть и по ней по уже по покраске накладывать новые какие-то оттенки, которые должны получаться достаточно рваными. Вот здесь мягкой кистью. Вот точно так же лежачей кистью можно нанести какие-то новые оттенки. И они будут такими рваными. достаточно живописными. Будет получаться так называемое оптическое смешение красок, когда на расстоянии будут из двух соседних прилегающих оттенков составляться третий цвет, очень богатый. Вот немножко сбиваем жесткость мазка. Это мягкая длинная мягкая кисть строительная такая обычная дешевая строительная кисть небольшого размера 25 миллиметров по-моему. Очень хорошо сбивает хорошо себя показывает в качестве растушевки. Так, вот уже приступаем к подмалевку шкурки котенка. То есть, нам нужно опять же увидеть в его шкурке теневые места и нанести тень. То есть, то, что мы видим под шкуркой. Это очень важно взять, тоже без белил стараемся высветлять какими-то светлыми красками, нанести вот эти теневые оттенки, по которым мы уже будем прокладывать светлую шкурку мягкой кистью. Наносим достаточно вот эти теневые места плотно, чтобы закрывать холст, но тонко, чтобы не мешала эта краска нам потом работать, наносить светлые места, светлую краску. Стараемся заметить эти теневые, где-то оранжевые, где-то зеленые оттенки, где-то коричневые. Достаточно темно должно получаться. красками работаем теплыми относительно так как котенок находится в тени сарая, но на него не рефлексирует небо. Он освещен рефлексами вот этого сараюшки, которые рефлексы, как правило, в таком случае будут достаточно горячими, теплыми. Вот тоже касается теневых мест курицы. Тоже вот этот подмалевок под перья достаточно темный и горячий. На него рефлексирует дерево, освещенное солнцем. Не небо, а как бы рефлексы вот этих горячих, освещенных солнцем досок. вот практически чистым оранжевым, тоже безбелил. Очень важно сохранить насыщенность вот этих смесей. Вот. А здесь уже, где рефлексирует небо на курицу, где ее спина освещена небом, не солнцем, а именно небом, как бы вот эта часть спины в тени, в тени вот этой открытой, полуоткрытой двери, она освещена небом, рефлексами неба, которые такие сине-фиолетовые оттенки имеют, которые мы должны показать, тоже внятно, внятно холодными. Пока достаточно темными. Мы еще проложим по ним световые места. Нам важно такие подкладывать достаточно темные, чтобы наши смеси были достаточно плотными, не разбеленными. Так вот, появляется новая краска кадмии красный светлый для гребешка курицы, тоже без малейшей капельки белил, мы накладываем вот эту чистую краску, звонкую, чистую, теплую краску. Обрисовываем. Да, я работаю по фотографии Сергея Красноперова с его разрешения, это замечательный казанский фотохудожник, внизу под видео будет ссылка на его работы, я думаю, он не против будет, если вы что-то повторите с его работ, работа его очень теплая и такие очень очень просятся в живопись, прямо просятся, у него очень хорошее чувство колорита у этого фотохудожника, так что очень советую поработать с его фотоматериалом, думаю, он против не будет. так, вот делается подкладка под голову курицы, тоже темно, как вы видите, сначала прокладываем, как бы, стараемся замечать в предметах ее тень, рисуем как бы теневые места, чтобы потом проложить более световые белилами, уже смесями с применением, с присутствием белил, белилом мощная краска, они перекроют любую нашу теневую вот эту подкладку. Вот здесь мы уже прокладываем с белилами теплой такой краской солнечной на основе белил оранжевых и желтых красок перышки, на которые попадает солнце. Вот немножко травы, тоже стараемся без белил чистой краской проложить такие звонкие места освещенной травы, стараемся это делать без белил. Вот какие-то проявления земли вытоптанной наносим, да, вот на досках рефлексы от неба, явно холодными, такими фиолетово-зелеными, идем на высветление, не наносим, уже мы стараемся как сделать темные места и потом идти на высветление, очень красиво краска ложится, когда светлая краска кладется на темную, не наоборот, темные краски на светлой достаточно ложатся некрасиво, рвано, так, очень грубо, то есть мы стараемся идти на высветление, для этого мы делаем достаточно такую вот темную заготовку, как вот сейчас она в данный период, она достаточно темная, а потом через полутени, полутона идем на высветление уже чисто к световым таким краскам, смесям, вот это максимально темное место, чистый марс коричнево-темно-прозрачный, в чистом виде, без присутствия каких-то других красок, повторюсь, диапазон в масляной краске от самого темного до самого светлого максимально большой, максимально внятный, вот в данном случае это марс коричнево-темно-прозрачный, а самые светлые здесь будут, ну, пожалуй, вот на шкурке котенка, на его голове, обращенной к солнцу, и вот на этой досочке, на которую он опирается, которую мы окрасим почти белилыми, но не белилыми, белилыми, окрашенными каким-нибудь кадмием оранжевым, кадмием желтым, то есть мы не допускаем чистых белил в живописи. Белила всегда должны быть явно окрашены каким-то цветом, в частности источником света. Солнце у нас дает такой тепло-оранжевый, желто-оранжевый цвет. В идеале, кстати, солнце показывается белила плюс кадми желтый темный, не аналог, а именно кадми желтый темный, в частности мастер-класс. кадмием желто-темный идеально подходит для имитации солнечного света. Так, вот уже прокладываем белилами, достаточно плотными, вот такой вот солнечный солнечный колер создаем. Пока достаточно грубо. Все время сверяемся с рисунком, поправляем его, идем как бы немножко на расширение, но до разумных пределов. Очень важно не увеличивать объекты, не забываться. Начинающие художники часто увеличивают значимые места картины, в частности вот в портретах. Все, что значимо, как бы машинально это все увеличивается в размерах. Нужно себя держать немного в руках, проверять размеры, пропорции. Так, вот снимаем лишнюю краску. Холст должен быть матовым, таким бархатистым, чтобы он держал краску, чтобы вот этим движением мастихина не снять краску до грунта. То есть достаточно важно, чтобы грунт был не скользким, а такой более-менее бархатистым, матовым, бархатистым, держащим краску. Так, вот сняли лишнюю краску, теперь наносим какие-то уточнения. вот оранжевые, да, вот английская краска, английская красная замечательно подходит, тут индийская, английская красная, как более теплая, охра красная можно использовать опять же вот в этой шкурке, которая в подмалевке под шкурку. Вот этот подмалевок решающее значение имеет в живописи. То есть он более важен, то есть он максимально важен. Вот удачно его нанести вдумчиво и удачно нанести вот эти вот теневые места подсветовые, на которые мы будем уже наносить более светлые мазки. Вот это этапа переценить, важность переценить нельзя. он очень и очень важен. Он будет окажет решающее влияние на всю картину, на весь колорит и так далее. То есть это очень важно. Вдумчиво нанести вот эти тени. Уметь их увидеть в натуре, преувеличить их, сделать их максимально насыщенными. Не максимально, в разумных пределах, сделать насыщенными, цветными, не серыми, не грязными. Кстати, для этого очень важно пользоваться большим количеством кистей или же отмывать их очень тщательно, чтобы наши смеси были не грязными, чтобы они при смешивании, когда недостаточно отмываешь кисть, они смешиваются с другими красками, они становятся грязными и так далее. Кстати, чтобы смеси были достаточно чистыми, желательно пользоваться мастихином. Небольшой мастихин, чтобы смешивал краски на палитре. Мастихин очень легко отмывается, то есть, снимается краски тряпкой, и он всегда чистый, и он может достаточно звонкие такие делать смеси. Вот теперь делаем уже, естественно, с белилами, стараемся делать, подбирать цвет шкурки. Работаем здесь строительной кистью с длинной щетиной, достаточно растрепанной, не собранной. Вот через такие полутеневые места подбираем цвет меха и наносим его по форме короткими такими движениями. так вот еще добавил немного тонального в шкурку, то есть, подмалевок такой вот почти марсом коричневым, темным, прозрачным. Вот и так наносим шкурку через полутеневую, не сразу светлую шкурку, а такую достаточно приглушенную, темную, и на разбавителя, разбавителя с небольшим количеством масла, то есть, чтобы наша смесь легко нанеслась, распределилась, и через несколько минут нам важно, чтобы разбавитель выветрился, и краска опять стала такой вязкой, как глина, чтобы по уже подсохшей этой краске нанести еще более светлые мазки, более светлую вот эту шкурку наносим, ищем, необязательно там стопроцентное попадание в цвет, главное тонально соблюдать, чтобы не было пересветленное, чтобы вот эта теневая шкурка не испорила со шкуркой, находящейся под солнцем, в свете солнца, и температурная, чтобы была она достаточно теплая, здесь она не попадает ее рефлексы под рефлексы неба, рефлексирует здесь горячий свет вот этой досок, сарая вот этого, вот такие короткие отрывистые движения, опять же, повторюсь, очень разбавленной краской, разбавленной тройником, смотрим, краска должна быть чистой, чистой, в принципе, в смысле, не грязной, насыщенной, красивой, так сказать, она на палитре, она должна нам нравиться, то есть достаточно цветной, внятно цветной, не какой-то там грязной, бурой, а достаточно цветной краской должна быть. Вот пока, повторюсь, мы здесь рисуем такие полутона, еще, чтобы было ресурс на высветление. достаточно такая вот желтая, хотя котенок у нас белый, но белый цвет, как известно, максимально подвержен рефлексам, и мы показываем вот эту теплоту отраженного солнца, отраженного от досок сарая. А вот здесь уже мех, на который попадает рефлекс от неба из открытой двери сарая, вот здесь внятно прохладный такой, фиолетовый, вот даже голубого можно зацепить, голубой краски, там где-то попадает рефлекс от неба. Да, в описании будет список красок, которые использованы в этой работе, как видите, достаточно небольшой состав. продолжаем работу на высветление, постепенно добавляем все более и более светлые оттенки. Вот, как видите, на шкурке очень важный момент, у нас мы не должны окончательно записывать вот этой светлой шкуркой нашу предварительную работу, то есть, теневую вот эту подкладку, она должна проглядывать кое-где, ну, там, где это нужно. Если записать полностью все, то сразу исчезнет вот этот диапазон от темного к светлому, сразу исчезнет материальность, она пропадет. То есть, вот это очень важный момент, не увлекаться и оставлять кое-где вот эти вот наш подмалевок. Да, работу ведем вот сейчас уже торцом нашей строительной вот этой обычной кисти с длинным растрепанным, с растрепанной щетиной. Стараемся работать большим инструментом, то есть, нам не обязательно маленький инструмент. Вот эти все, казалось бы, неточности, которые свойственны на работу, то есть, как бы несовершенство такой живописи, это хорошее несовершенство. Живопись маслом, она не должна быть совершенной, совершенно выписанной и так далее. Какие-то неточности, это вполне приемлемые, не бойтесь их. Хорошая живопись, она, как правило, несовершенна. И к тому же, работа большим инструментом, как я повторюсь, она очень быстро выработает необходимую художнику моторику, очень важную способность чувствовать кончик инструмента и так далее. стараемся имитировать дерево. Тени, теневые места, допустим, эти вот трещинки от световых должны очень внятно отличаться, то есть, они должны быть внятно темными, не какими-то сероватыми, а внятно темными. Только так можно показать солнце и освещенность. То есть, еще раз повторюсь, диапазон от светлого к темному в масляной живописи должен быть очень большим. Так, вот из шкурки выветрился из предварительных вот этих мазков, из полутеневых выветрился разбавитель. Сейчас она стала вязкой такой краской, по которой можно еще раз разбавленной краской смело наносить еще более, идти еще на высветление. Уголочком кисти наносим какие-то места, постепенно уточняем рисунок. Вот тут можно какие-то шкурку показать. Естественно, вот этот задний фон должен уже быть решенным, то есть, вот этот оранжево-темный он должен быть уже завершенным, чтобы какие-то показывать какие-то усики всякие, ворсинки, фон должен быть завершенным. Вот, очень аккуратно кончиком, едва-едва касаясь, показываем вот это вот. шкурку, замечаем оттенки, усиливаем их на фотографии. Вот какие-то розовые. Это всегда красиво, когда живопись, на той живопись, чтобы там соседствовали разные всякие оттенки, даже если их нет в натуре, их нужно придумывать, показывать, усиливать и так далее. Нужно играть с цветом, нужно вести работу в нужное нам русло, какие-то цвета усиливать, какие-то приглашать, какие-то ненужные нам оттенки, допустим, какие-то синие, зеленые оттенки, они не очень живописные, синие нужно выводить в фиолетовую сторону, зеленые оттенки нужно гасить красными красками, то есть делать такими более живописными, какими-то табачными или такими охристыми и оливковыми и так далее. Вот, притаптываем шкурку кончиком, едва-едва касаясь, чувствуем всю деликатность, то есть вот здесь очень важно не только кончик инструмента чувствовать, но и чувствовать материал, то есть саму краску по вот этой подсохшей нашей уже краске загустевшей мы прокладываем такую в меру разбавленную, в нужную нам меру разбавленную мягкую краску более светлую, все более и более светлую. Вот цветовые, почти белило, не почти белило, а окрашенные желто-оранжевыми 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 красками белило накладываем. Здесь уже можно достаточно густо класть краску. напомню, это, чтобы делать такие мазки, всякие усики, вот эта доска уже тонально должна быть взята правильно, на фоне которой мы можем уже что-то делать, чтобы не пришлось возвращаться к ней. То есть, картина ведется как бы с дальнего плана, чтобы потом уже наносить на нее передние планы. Вот кончиком такого прямоугольного мастихина очень хорошо делать такие тонкие вещи разбавленной краской, достаточно мягко разбавленной краской. Вот, сделали усики, не нужно тут переусердствовать, какие-то усики лишние можно и убрать, чтобы это не было очень уж то есть, какое-то чувство меры тоже нужно знать, иметь.